Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в криминалочку на серии Родина, роли плей. Итак, друзья, сегодня мы поедем в автосон яхт, но перед началом хочу сказать то, что почему не было серии, пацаны. Не было серии, потому что я подхватил вирус, и играл некоторое время, и меня ком просто начинал дико лагать из-за того, что нагревался. Я отнес его мастеру сегодня, понимаете, и оказалось, да, это вирус, очень был серьезный вирус такой, и пришлось менять винду. Я просто мучился долго с КРМП, потому что я сначала устроил модпака Амазинга, а потом Родины, и они почему-то вместе не могут работать. Пришлось все группы устанавливать, и есть установка модпака Родины, и все нормально работает, вроде бы как. Потому что тупо заходил сервак, заходил гараж, и все, у меня тупо ком залагил, я его перезаржал раз на раз шесть. Но сейчас все нормально, пацаны, винду я поменял, приходится все заново скачивать, поэтому как-то так. Так, ну давайте, не знаю, возьмем, давайте Бэху возьмем, наверное, даже. Нет, давайте Гелик даже возьмем, потому что я думаю, вас заебало то, что я езжу постоянно на Чироне только, и все. Только на Чирончик я езжу, и все. Так, давайте Мерседес Бенз, вот так вот, все, заводим. Налоги я, кстати, заходил, оплачивал, все нормально было. Ну просто, понимаете, да, по-моему, я там серии снимал, но я снимал еще до того, как у меня комп сломался, капитально так сломался. Поймал сильный вирус за то, что скачивал там всякие моды и так далее, поэтому не скачивайте всякие моды, как я. Я просто быстро спешил и скачивал, я не помню, что я скачивал, по-моему, бодикам, что такое я хотел скачать, и в итоге поймал вирусняка. Но уже вроде бы все нормально, буквально где-то три часа назад серверса ком забрал, и все вроде бы нормально. Кстати, я не в курсе, напишите на родине есть подарки или нет, или его не делали на 9 мая, хотя, наверное, я поздно уже решил спросить за это, потому что сегодня уже 10 мая, а уже время вы сами видели какое. Хотя, мини-обнова такая, видите, добавили время и дату с боку, с левой стороны, выше карты, мини-карты, короче. Ну, прикольно, зато теперь будет удобно смотреть, и таймить надо будет, или будет, я не знаю. Ну, вроде не надо будет таймить, по идее, блять, ёбаный в рот, и чё вы делаете, нахуй, ебать, вы чё, долбоёбы, или чё, нахуй? Так, давайте напишем 147 DM. Ну, чё это за хуня? Да уж, ебать, долбоёбы, какие-то, просто дэмят, нахуй. Я просто в шоке. Давайте ремку я куплю сейчас, короче, и починю свою машину. Ну, реально, чувак, долбоёб, тупо я ехал, он начал, сзади подъехал, начал стрелять от меня. Ну, такое себе, знаете. Давайте, давайте я куплю ремку, потому что, чтобы меня не посадили за нонер поезду, типа, и так далее. Ну, конечно, бывайте, главное, серый, пацаны, без этого никак. ВСМ должны это понимать, ну, это нормально. Крыша авто, ну, его чё-то не посадили, хотя, блин, я ж вовремя написал, что он дэмит, но не знаю, почему его не посадили. В принципе, ладно, хрен с ним. Или посадили, может, его по другой причине посадили. Рэпкар. Всё, теперь можно направляться к автосалону лодок, яхт, не знаю, как его назвать. Ну, ладно, назмём его автосалон лодок. Кстати, вот этот долбоёб, короче, какой за лёб был. Ну, давай, с тобой поиграемся. Чё такое, а? Чё такое? Давайте. Бля. Еле, конечно, прорачивается очень жёстко. Ну, видите, вы дружка, походу, наказали всё-таки. Всё-таки вы дружка наказали. Ну, блин, видите, я не могу его обогнать. Если бы я ехал бы на Чироне, я бы, наверное, его обогнал бы. А так, мне на гелике его тупо не обогнать даже. Пацаны тупо возомнили себя гангстерами, блядь. Ну, это тупо дэм обычный, с окна херячить. Вот, короче, мы приехали. Находится вот это место. Автослон лодок находится в Батырево. Такой поворотик Батырево есть. Давайте я прямо здесь гелик поставлю свой. И давайте поищем лодки. Честно скажу, я уже здесь был, просто, да, звук хрену написал. Если я вот перезаписываю. Я уже давно снимал про это, но... Увы, тогда звук плохо записался. Давай начнём оттуда, короче. Буду по-плавному показывать. Да, вовремя, блядь, я пошёл. Пока тачки сейчас респанутся. Охуенно просто. Всё, респанулись тачки. Давайте начнём, наверное, уже с этого края, так сказать. Будем смотреть. Смысла туда в конец разбежать нечего. Не-то, не-то, не-то. Цены здесь очень разные. Вот такая вот рыбальская лодка. Стоит 2,5 миллиона. Я, честно, не знаю, о чём мне продать такого. Блин, реально, у меня душа... Душа просто не хочет продавать моя. Ничего. Ну, реально, мне жалко продавать. Бугатти мне предлагали, кстати, из-за 30 миллионов. Но я не знаю, продавать, не продавать. Потому что... Ну, блин, мне она очень нравится. Я люблю на ней ездить. Гелик. Тоже тачка редкая. Блин, я её покупал, по-моему, за 10 миллионов. Или за 20. Блядь, я не помню. Бэха, блин, М5. Моя любимая М5 Е60. Кузов на блатномерах. Тоже жалко. Ай8, блядь, ещё покупалась. Хрин знает тогда. Маврик. Ну, реально, нечего продать, блин. Почему нельзя иметь 6 машин? Да, я, конечно же, в край охренел. Но, блин, было бы круто. Или если бы лодка слот не занимала, было бы тоже нормально. Короче, 2,5 миллиона. Здесь есть и дешёвые лодки. Довольно-таки дешёвые лодочки есть. Сейчас я вам их покажу. Ну, вон они надувные, в принципе. Вы так можете видеть. Ну, блин, стоит ли вообще покупать, пацаны? Или нет? Я честно не знаю. Напишите вы в комментариях, стоит ли покупать лодку или нет. Ну, блин, мне даже нечего реально продать. Если продавать, то можно продать, в принципе, гелик. Я особо на нём не катаюсь. Блин, ну, или Бэху можно продать, кстати. Я не знаю. Блин, ну, Ай8, Чирон и вертолюты я точно не хочу продавать. А вот гелик или Бэху, не знаю, что из них надо выбирать. Так, вот ещё такая скоростная лодка стоит 3,3 миллиона. 3,3 миллиона стоит вот такая вот скоростная лодка. Здесь есть ещё вот такая вот лодка. Ну, не знаю, я даже не знаю, какую я буду брать. Наверное, вот ту самую большую яхту, самую дорогую. Хотя я не помню, дорогая самая или нет. Давай сейчас посмотрим. Можно, конечно, взять вот такие вот лодочки. Ну, блин. Да, они там не очень дорогие. Вот 700 тысяч и вот вообще 180 тысяч. Напишите, кстати, в комментариях, кто знает, можно их парковать в любом месте. Ну, то есть на воде. Или только именно здесь их надо будет забирать. Если только здесь их надо будет забирать, это будет довольно-таки проблематично. Понимаете? Поэтому я даже не знаю. Серьёзно. Я вот даже не знаю. Вот эта яхта, короче, самая дорогая, как я понимаю, сколько она стоит. Она стоит 8 миллионов. Да, это самая дорогая яхта здесь. И не знаю, я бы её на самом деле купил бы. А здесь есть и там интерьер какой-то. Ну, блин, это обычный интерьер. Если здесь, типа, отдельный интерьер был, типа, в середине, на чекпоинт заходишь, типа, и там интерьер был в середине. Это было бы круто. Кстати, насчёт яхты большой, яхтыку я говорил. Нужна квартира, чтобы купить себе эту яхту. А квартиры все заняты. Я не знаю, её можно перекупить или нет. Ну, даже денег у меня нет. Вот мои все бабки. Это 463 тысячи. И всё, в принципе, больше у меня денег нет. Так, и вот последняя, короче, лодка. Я не знаю, это, по-моему, самая быстрая лодка, если она прям здесь стоит. Напишите, какая здесь именно из этих всех самая быстрая лодка, кто знает. Скорее всего, наверное, вот эта лодка, сколько она стоит? Три с половиной миллиона. Ну, короче, вот эта, вот, вон та лодка самая дорогая. Ну, это такая себе, я не знаю, в каюту нельзя спуститься тоже. Ну, вон ту можно купить, может она и быстрая, я не знаю. Их чиповать по-любому нельзя. Хотя было бы прикольно, если можно было усовершенствовать двигатель. Но, скорее всего, нельзя этого делать. Блин, конечно, это самая дорогая яхта, в принципе. Можно будет на стримах на ней тусить. И так далее. Я не знаю, стоит покупать или нет. Да, я, блин, не знаю, смогу ли я что-то из твоих машин продать за 8 миллионов. По-моему, я точно за 8 продам. Это придётся гелик, наверное, продавать. Но я не знаю, пацаны, 8 лямов, вот она и стоит. Напишите в комментариях, стоит ли её покупать или нет, обязательно. Потому что я, честно, не знаю, либо забить болт, и это ненужная хрень, и просто будем лучше на верте летать, чем кататься на этих яхтах. Ну, я не знаю, блин, ей хочется яхты, но, блин, если бы были бабки, было бы место, если бы не надо было ничего продавать, я бы сразу бы купил на эту яхту бы этот катер, эту лодку. А так, блин, что-то придётся продавать. Тоже вот келик, блин, у меня очень долгое время, и особой причины продавать у меня его нет, он мне нравится. Причина продавать его в том, чтобы был слот и бабки. А так, я бы, честно, не продавал бы даже гелик. Мне его реально жалко будет продавать. Но, давайте, пишите в комментариях, покупать мне лодку или нет, либо она не нужна, либо давай покупай там и так далее. Только, сами хорошо подумайте, чтобы обоснованный был ответ. Потому что, там, на тебе надо мне писать, типа, да, покупай там и так далее. Вы тоже поставьте себя на моё место, вы бы купили себе или нет. Серьёзно, лучше так рассудите, и всё. На этом у меня всё, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok